здравствуйте туристы и милитаристы миру мир нет войне в каком-то смысле с о сипи folder benchmark это у меня будет перри обзор почему потому что благодаря моему литовскому товарищу вайдосу вайдос если смотришь привет значит я этот нож обозрел буквально я не знаю после буквально выхода на рынок там считанные дни были то есть он был или даже еще до официального релиза то есть он был прям супер новинкой это было давно то есть сам по себе нож не новый но здесь есть во первых возможность освежить плюс по философствовать плюс славнее приехал еще тренировочный с о сипи и как вы видите блин меня поражает почему тренировочного ну понятно красный цвет это все именно чтобы чтобы все видели чтобы владелец не перепутал и не взял с собой на миссию тренировочный вместо основного но насколько это клипса прекрасная так стоп что это меня тут все это что произошло сейчас секунду автофокус ушел а меня моя камера напугала я думал что здесь что-то отключилась это просто автофокус ушел вот представьте себе эту клипсу только черную или хрен не пусть остается красный чтобы нож был там какой-нибудь ярких цветов красный так далее так далее насколько красиво это неплохо это прикольно грубый такой black wash на клипсе то есть у меня нет никаких каких-то серьезных замечаний она красиво но вот это вот именно с кругляшком просто суперская коротенькая классная просто вызывает восторг теперь я позволю себе и здесь и здесь посадка глубокая здесь абсолютно скрывается рука я здесь совсем чуть-чуть остается теперь я позволю себе немного ребята по философствовать почему бы и нет повторюсь обзор вы на этот ношу я я его делал поэтому сейчас это будет больше такая нет философия красавчик красавчик и вот такой вот у нас тренировочный красавчик дело в том что как вы уже наверное знаете дизайнер этого ножа грег томпсон он бывший спецназер инструктор по самым разнообразным там рукопашкам и так далее так далее и вот он в какой-то момент оседлал свою именно тему то есть вообще вся фишка с оу сипи от benchmark это как вы помните такие своеобразные скелетники с кольцом нож последнего шанса там или не знаю как угодно назовите там для снятия часовых и прочее прочее и меня всегда это улыбает почему потому что если вы покупаете какой-то нож от человека наделенного какими-то качествами то это сто процентов нихера не означает что качество эти чего этого человека передаются вам через этот предмет потому что это именно очень грамотный маркетинговый подход это ловушка которая работает не только в ножах а где бы то ни было именно для этого привлекают знаменитости там я не знаю джонни депп рекламирует dior savage потому что все остальные такие бля я пойду подушусь и я буду как джек воробей все капец пошел все блин этому брэду питу шанель отвалила какой-то такой сказочный коннорар я не знаю почему ему дарил столько денег за какой-то фильм там я не знаю за войну мирон z получил в общем ладно неважно здесь такая же самая фишка то есть ножи грега томпсона они очень-очень специфичные они за за заточены именно под какие-то самооборонческие под какие-то тактические какие-то именно моменты то есть он не скрывает совершенно как тот же самый например бастиен каф не скрывая что его ножи это в первую очередь для причинения каких-то увечий и прочие и прочие моменты то есть здесь вот эти все выемки это все мне очень нравится на самом деле насколько я критично отнесся к скелетнику с у сипи настолько мне нравится фолдер на самом деле нож очень классный но когда человек смотрит на этот нож и даже тренировочный предположим то есть тренировки здесь для чего нужны совершенно очевидно тренировка тренировочный нож нужен для того чтобы вы именно начинали отрабатывать какие-то движения получали какой-то навык может быть там я не знаю прикупили себе как он называется какой-то видео курс от грэга томпсона как там нужно бороться драться и прочее прочее конечно это лучше делать с тренировочным ножом особенно если у вас есть спарринг партнер чем с настоящим все-таки настоящий нож он больше для красоты джеймс уильямс он рисует ножи под свои техники рукопашного боя под свои техники ножевого боя которыми он владеет которыми он шел десятилетиями его сын кристофер возможно там видно что он крепкий парень он умеет там драться и тогда это далее но у него точно нет таких навыков то есть грег томпсон который сочинил эти ножи который сочинил скелетник и соуси пи он шел к своим навыкам десятилетиями и человек который покупает этот нож он такой болен классный дядька крутой там ломает руки там наносит удары там уколы 5 10 я тоже так смогу нет для этого тебе нужно пинец сколько тренироваться это только если ты одаренный ты достигнешь этого уровня и поэтому вопрос а нужны ли эти ножи конечно же нужны потому что сам по себе как нож он красивый он сам по себе получился классный это во первых во вторых даже если вы совсем уволить здесь вот именно фишка этого ножа в чем в том что его действительно можно использовать для каких-то воспитательных наказательных целей здесь очень грамотный стеклобой клипса кстати говоря я не сказал перекидывается под четыре стороны то есть это опять же огромный плюс плюс у нас аксис идет под правую под левую руку и поэтому поэтому этот нож абсолютно полностью подходит правшам и левшам без каких-либо толеранции без каких-либо там скидок на то что я взял из другого кармана или в другую руку перекинул нет правша вы или левша этот нож полностью то есть это уже сразу же повод задуматься левшам над при приобретением такого ножа потому что повторюсь если бы я была левша я бы блин был брал только те ножи которые полностью мне подходят под левую руку без каких-либо компромиссов ну вот то есть сам по себе очень классный даже если вы не обладаете навыками грега томпсона этим ножом можно действительно стукнуть этим ножом можно разбить этот нож можно в конце концов воткнуть без каких-либо там дополнительных вензелей в воздухе руками и ногами если вы действительно решили познать дзен и попробовать именно какие-то вот учить техники тренироваться и так далее так далее то наличие тренировочного ножа она прямо маст хэв это действительно очень классно потому что под конкретную модель под которую под которую есть конкретные какие-то боевые техники есть тренировочный нож это очень здорово это прям позитивно давайте я пробегусь еще раз по ттх несмотря на то что ох видите все как очень круто прям вах с оу сипи folder benchmade номер модели 391 бики дизайн грег томпсон длина 257 целых три десятых миллиметра длина клинка 113 целых пять десятых миллиметра толщина по обуху 307 и здесь как вы видите высота спуска здесь даже ширина клинка особо не имеет значения причем потому что здесь высота спуска в лучшем случае в сантиметр то есть это именно чтобы реальник это именно что за . по по своему формату то есть здесь как бы но функция реза она очень-очень такая факультативная очень дополнительная финиш клинка сиро код вес 116 грамм сталька d2 60 62 62 единицы по шкале роквелла заявленная твердость и рукояти рукоять cf и light чтобы это не значило это такой дополненный стекловолокном по факту легкий пластик то есть они просто-напросто делают производители на самом деле очень часто хитрому любой серьезный производитель он старается сделать свой материал для рукояти свой материал для ножен с целью потом если что прихватить как говорится на жареном вес 116 грамм для такого дурака это очень мало это именно за счет того что рукоять очень-очень легкая сталька внимание d2 на 60 62 единицы по шкале роквелла заявленная твердость эх строгануть бы и в норвежскую березоньку да посмотреть бы что такое d2 на 62 единицы бенчевская замок axis lock на ламне этот нож стоит 218 евро по нынешним деньгам учитывая все понты которые накрутила компания бенчмет на этот нож этот нож безусловно своих денег стоит в сложенном состоянии ну давайте на тренировочном чтобы не о тренировочные у нас совершенно спокойно ударил меня сразу же по пальцам здесь действительно есть над чем и с чем работать очень очень удобная такая вещица получается крутится в руках по разному то есть действительно не раскрывая нож вы можете наделать им шороху на таких ножах если уж вы действительно его воспринимаете как некий такой боевой компонент тактический компонент на мой взгляд бусины какие-то темляки не нужны от слова совсем то есть они не нужны абсолютно размер бэкспейсера здесь у нас одинаковый на основной и на тренировочной модели и конечно же вот именно вот эти точки они предназначены для того чтобы быстро менять хват и для того чтобы каким-то образом перекидывать конечно этот нож невероятно круто сидит в руках именно отверточным хватом то есть я честно скажу я не знаю как гретон грек томпсон него позиционирует таким образом или вот так или мало точным хватом какие-то дела движения обратный хват безусловно он есть в этих техниках иначе не было бы вот этих вот кружочков собственно говоря они и помогают то есть здесь получается что подхватывает подхватывают все пальцы и средний и большой палец при вращении рукоять вот именно эти точки они помогают крутить нож видите перевел в среднюю точку и поменял хват все это для с учетом того что я такой лапать с дивана я вам это все показываю но я понимаю что для для человека который занимается этим именно серьезно это те самые доли секунды ради которых все это вот это вот и писалось вот то есть безусловно безусловно этот нож он оправдан я понимаю что вот это вот действительно очень классный получился разгон с точки зрения соусипе подошь бы берем вот дать и по бенчим пройдемся мы берем адамас классный неубиваемый танк супер тактик мощный и прочее прочее это просто нож великолепнейший шикарнейший здесь целое действительно нагромождение то есть это то же самое как кабар линейка тидяй ты можешь взять этот нож и он будет действительно у тебя под рукой там такой полу тычковый как вы помните даже скорее можно его назвать именно тычковым ножом для самообороны там 5 10 туда-сюда но если ты свою толстую сраку не поднимешь с дивана и не пойдешь тренироваться то у тебя пускай будет хоть холодняк хоть огнестрел хоть пофиг что у тебя ничего не получится то есть купить крутой нож от крутого дизайнера который где-то там в каких-то котиках участвовал ходил на миссии и изобрел свою школу ножевого боя это барин это не пол дела это меньше потому что надо заниматься тогда если ты хочешь действительно чтобы хотя бы отдаленно понимать ради чего действительно все это рисовалось то есть можно сказать что 99 из 100 человек не достигнут уровня мастерства грега томпсона или джеймса уильямса 90 человек из ста не достигнут умений того же самого лина томпсона нашего замечательного дядьки хотя он на самом деле никакой там не мартиал артист он просто энтузиаст который любит лупить все сейчас мне сейчас мне прилетит да лим томпсон мартиал артист я беру свои слова назад я просто вспомнил как он на палочке кряхтя подошел к татаме и потом начал на татаме скакать как сумасшедшая как а просто под какими-то спецпрепаратами обезьяна это было это было феерично после этого он дышался снова взял трость и пошел себе шаркающий походкой своей кавалерийской в туман вот я при этом лично присутствовал то есть 90 из 100 не достигнут такого уровня но если вы действительно вас цепляет вот это вот маркетинговая составляющая связанная с именем дизайнера то вам обязательно ребята нужно тренироваться потому что этот нож купить для того чтобы проткнуть соседу шину это запросто для этого нет не нужно никаких навыков но если вы действительно хотите чтобы он вашем представлении вашей вселенной соответствовал именно той философии которую закладывают него компания бенчмит и дизайнер грэд грэг томс поэтому поднимаем толстую сраку с дивана и идем заниматься спасибо за просмотр всего доброго пока и и и и и и и и